Не первый год и не первый раз в этой студии, в том числе с вашим участием, мы говорим о безопасности несовершеннолетних. Но каждый новый год приносит новые вызовы и новые опасности. Ведь так? Да, есть моменты, о которых мы говорили в предыдущие годы, в прошлом году. Поэтому с учетом прошлых каникул летних, мы решили больше внимания уделить именно профилактике гибели детей на водоемах. Потому что в прошлом году у нас в летний период погибло на водоемах три ребенка. Всего погибло шесть. В том числе и дорожно-транспортное происшествие, и также быту на улице в квартире. Лето в этом плане наиболее травмоопасный период? Вы знаете, не сказал бы, потому что в зимний период также травматизм. Но в летний период просто доступ к детей. Это водоемы, это дороги, это бывает незавершенное строительство, куда дети попадают. Больше свободного времени, больше рисков. Больше свободного времени, да. И, соответственно, больше угроза получить травму, быть травмированным. Но и, кроме того, угроза жизни детей. Вы владеете всеми историями и примерами. Ведь часто это достаточно нелепая ситуация, зачастую с летальным исходом. Ну, давайте будем сначала говорить о травмировании, где не наступил летальный исход. Я приведу несколько примеров, которые нас беспокоят. Возьмем Добрыжский район. Дети играли во дворе, и ребенок оступился и упал, соответственно, с крельца на лестницу, которая идет в подвальное помещение с высоты двух метров. Травма. Мы возьмем другие примеры. Например, в Жлобинском районе, когда ребенок был травмирован, получил черепно-мозговую травму, потому что, когда его друг катался на качелях, он почему-то полез под качели и был травмирован. Возьмем Рогачевский район. Это когда девочка каталась на велосипеде, упала, также получила травму. Но когда ее доставили в медицинское учреждение, установили, что у нее в крови алкоголь. Не рано ли в таком возрасте? Ну и на водоемах. Это два случая, которые произошли. Один в Хонинском районе, когда ребенок в присутствии матери прыгнул в водоем, где глубина была метр, и получил травму очень тяжелую. И та же ситуация у нас здесь, в городе Гомель, на водоеме, который расположен при въезде на Вобилицу, также ребенок получил очень сложную травму, которая потребовала смешательства медика. Я знаю, вы много встречаетесь с родителями, в том числе в рабочих коллективах бываете. Неужели не слышите таких фраз? Как быть за каждым шагом ребенка? Не уследишь? Вы знаете, когда я начинаю приводить примеры, рассказывать обычно о моем выступлении до получаса, где я говорю не только о травматизме, преступлениях, правонарушениях, они говорят, что-то вы нам грустную картину нарисовали. Я говорю правду. Они же не могут мне сказать о том, что я им говорю неправду. Я говорю как есть, а они уже потом могут делать какие-то определенные выводы. Они слушают, но я обычно прошу не задавать вопросы, а дать рекомендации. Может быть, мы что-то не так делаем? Тишина. Тишина. А может быть, повод задуматься, может быть, мы, как родители, часто что-то не так делаем? Но правда, проще найти соринку в чужом глазу. И поэтому, касаясь смертельных исходов, к сожалению, июнь месяц мы потеряли три ребенка. Это речится о ситуации, которая была связана с убийством ребенка и матери. Второй случай, к сожалению, это Гомельский район, когда ребенок утонул в водоеме. Но и еще один случай, это, к сожалению, город Гомель, суицид. Сейчас проводится разбирательство. Ну и, кроме того, в июне месяце был зафиксирован также еще один случай пара суицидов. Это незавершенный суицид. Говоря про правонарушения, которые чаще всего сегодня совершают несовершеннолетние, что наиболее актуально для Гомельской области? Ну, давайте поговорим сначала о преступлении. Преступление – это кража. Мобильные телефоны, велосипеды – это кража. Это хулиганские действия. Чаще всего это вред, который наносится имуществу. Это заборы, это повреждения других каких-то объектов. Но если говорить по правонарушениям, то тоже здесь мы говорим про мелкое хищение. Здесь мы говорим, например, хулиганство. Вот тот случай, который имел резонансное значение – пляж города Гомеля. Подросток, соответственно, обливает себя жидкостью, поджигает и бежит. Безопасность людей. Там же были маленькие дети. Все снимают, лайкают. Причина – хотел получить себе соответствующие бонусы в социальных сетях. Что он получил в результате? Благодаря работе все-таки правоохранительных органов и здесь работали сами преподаватели, которые установили личность это подростка. Состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Но наказание здесь по данной статье 17.1 хулиганства до 30 базовых величин. Давайте 30 на 27 умножим, скажем, большая сумма. А надо было бы. Вы знаете, мы очень, как говорится, гуманно, лояльно. Мы комиссию учитываем все моменты, семейное положение, семья, что собой представляет, ранен ли привлекался или нет. Три базовых величины. Три базовых – это 81 белорусский рубль. Теперь родители будут выплачиваться? Почему? Рекомендовано маме трудоустроить его в какое-то хозяйство. Пускай поработает летом, заработает деньги и вернет. Селфи на фоне поля. Селфи. Ну, вот это селфи ему удовольствие стоило 81 рубль. А если бы мы умножили еще на 30, но пошли навстречу. Еще можно примеры. Здесь уже по преступлениям в Седлогорском районе. Подросток пострелял себе из пневматического пистолета. Разбил стекла. Это уже уголовная ответственность. 30-39 статья Уголовного кодекса Республики Беларусь. Поэтому есть над чем задуматься. Работаем, стараемся, предупреждаем для того, чтобы подростки не совершали правонарушения. И, соответственно, их семейный бюджет не страдал. Эти невыдуманные истории действительно как повод задуматься и для ребят, и для их родителей. И в завершении, подводя черту, поговорим о профилактике. Более ста лет в регионе ведут свою работу комиссии по делам несовершеннолетних. Евгений Геннадьевич, что действительно эффективно сегодня? Ведь поменялись и подростки, и методы профилактики. Как влиять и на детский травматизм, и на детскую подростковую преступность? И эффективная работа, когда работаешь в двух направлениях. С подростками и с их родителями. Очень часто приходится сталкиваться с тем, что родители заявляют, что вы придираетесь к моему ребенку. Но наступает такой момент, когда нам приходится принимать жесткие меры. Почему? Потому что родители не хотят понимать. А бывают такие случаи, когда родители опускают руки. И уже они согласны на то, чтобы направить ребенка в спецучреждение закрытого типа. Или даже направить в воспитательную колонию. Есть такие случаи, моменты, когда родители начинают понимать о том, что им уже небезопасно находиться с этим ребенком. То ли он ворует у них денежные средства, то ли еще применит насилие в отношении них или других близких. Какие формы, методы работы – это участие самих детей в тех мероприятиях, которые мы проводим? Пару примеров. Лоевский район, совместные рейды, которые проводили с участием несовершеннолетних. Это МЧС, это ОСВОД, это ГАИ. То есть дети сами смотрели, как работают сотрудники. Они увидели, как должно быть на самом деле, и как не нужно делать для того, чтобы потом применялись какие-то меры профилактического характера. Или другой пример, тоже я приведу, Речицкий район. Когда комиссия по делам несовершеннолетних вместе со СВОД совершили рейд вместе с детками, когда детки раздавали буклеты памятки, и когда они услышали возгласы, мнения мамаш, которые не смотрели деток, которые не жились на солнышке, а в это время детки маленькие находились в одни водоеме, и когда дети, которые участвовали в этом рейде, услышали, они все поняли. Поэтому в районной газете была информация. Ну и последний момент я назову, это участие детей. Например, сейчас мы с областным телевидением проводится видеосъемка, фильм по профилактике наркомании, где дети сами участвуют. Я думаю, вот участие детей в том, о чем я говорю, и, наверное, является самой эффективной. Формой работы. Но надо тогда еще и родителей в эти формы задействовать. Как минимум задуматься. Мы не задумываемся, мы привлекаем. Онлайн, да, конечно, недостаточно. Мы пошли в социальные сети, потому что там родители. Мы пошли в трудовые коллективы, потому что родители на работе. Мы стараемся различные формы, методы использовать для того, чтобы был результат нашей работы. Спасибо, Евгений Геннадьевич. Успехов в делах и до встречи. Спасибо. Спасибо.